Добрый день, друзья! Меня зовут Живанова Светлана. Я заботчик кошек породы пикси-боп из новосибирского питомника Pixie House. И сегодняшняя тема нашего разговора будет о мисках. Очень часто владельцы котят спрашивают, а какую же миску выбрать для своего питомства? На самом деле сейчас такой большой выбор различных мисок, что вы можете подобрать под ваш дизайн кухни или там, где у вас стоят эти мисочки. Есть мисочки, которые на подставочках ставятся. Я пробовала такие мисочки, мне они не понравились, я отказалась от их. Соответственно, для себя я выбрала только керамику. Я рекомендую только керамику своим выпускникам. По каждому виду мисочек мы сделали небольшой видеообзор. Посмотрите, мы вкратце рассказываем о мисках, какие они бывают. И, возможно, вы выберетесь для себя то, что больше вам понравится. Вот такие металлические мисочки могут быть. Они бывают разных форм, разных размеров. Допустим, вот эта вот красивая мисочка, она достаточно маленькая. Она подойдет хорошо для влажников. Бывают вот такие вот мисочки небольшие. Для одной кошечки для сухого корма или для водички. Такая мисочка еще побольше. Такая достаточно большая. Я в своем питомнике в основном использовала вот такие мисочки. Они были более удобные. Такие пластиковые мисочки могут быть. Они удобные, когда вы едете куда-то в дорогу. То есть, чем они мне не нравятся, тем, что вот, может, вы видите, да, это вот от хоготков. То есть, когда поели, попили, надо обязательно зарыть. Вот видите, тоже мисочка очень хорошая, красивая, но когти остаются в эти места. И, соответственно, может попадать какая-то грязь и развиваться инфекция разных форм, разных размеров. Маленькая, допустим, совсем и побольше. Глубокая, глубокая и небольшая для влажников, для сухого корма. Есть мисочки, у которых низ вот этот вот прорезинен силиконный. То есть, миску вот, ее шевелишь, она не сдвигается. Такая не сдвигается, а эта вот, как бы ее не двигал, не сдвигается. Глубокие различные мисочки. Вот такие керамические мисочки бывают. Они достаточно красиво выглядят, эстетично. Вот такая даже мисочка есть. Милка под водичку. Тоже различных форм, размеров. Плюс их в том, что они очень хорошо моются. Они оставляют на себя никаких бактерий. Минус то, что они могут обкалываться. Допустим, вот видите, обкол. Есть скол. Вот. Но я для себя, как бы, больше люблю именно керамические миски. Они лучше. Всякие размеры. Вот посмотрите. Вот так вот, если я поставлю, одна мисочка в другую входит. Вот такая небольшая мисочка. Она хороша под корм. А большую миску очень рекомендую под воду. То есть, вода у вас должна стоять всегда. Кстати, вот эти вот миски, они бывают еще и маленькие вот такие же. То есть, это серия мисок. Это под воду можно использовать, а это под еду. Существуют еще такие мисочки силиконовые. Вот они вот так вот выглядят. Буквально пластиковые. Что с ними происходит? Нажимаем, и она становится мисочкой. Она просто невесомая. Просто невесомая. Такие мисочки очень рекомендуются в дорогу, в путь. Они занимают очень мало места и очень-очень легкие. То есть, их не тяжело тащить. Я вот очень рекомендую. Для тех людей, у кого есть котенок, но нет никакой возможности купить хоть какие-то мисочки, можно воспользоваться обычными домашними тарелочками. Ну, вот, допустим, вот такая обычная глубокая тарелочка, если у вас есть дома животные. Глубокую можно использовать, если у вас много животных. Там двое, трое. И поменьше мисочки, если у вас одно животное. Вполне можно обойтись и этим. А еще я обещала вам рассказать такой один лайфхак. Вот вы знаете, что вот это вот обычные туалетики для кошек, да? Но они не всегда используются как туалетики. А знаете, для чего они могут использоваться? Смотрите. Вот мы ставим его и ставим две миски. Одна миска с едой, другая с водой. Что происходит? Есть такие кошечки, я их называю хрюшки, которые не могут спокойно кушать. Когда они кушают, у них все валится из миски, изо рта. И все это падает на пол. Потом они подходят к миске с водой и начинают водичку эту лапками раскребать. Таким образом, вода попадает на пол. А на полу лежит корм, который высыпался изо рта. Соответственно, корм начинает разбухать, пахнуть, ну, вонять, короче говоря. Чтобы этого не происходило, мы используем обычный туалетик с сеточкой. Если это вода, то она будет уходить под сеточку. Если это еда, то она будет на сеточке сверху и не будет никакого запаха и будет чисто. Вот такой вот лайфхак от Pixie House. Если у вас возникли какие-то вопросы по поводу подбора мисочек для вашего питомца, вы можете их задать ниже в комментариях под этим видео. Мы обязательно ответим. Если наша информация была для вас полезна, мы очень рады. Ставьте нам сердечко, подписывайтесь на нас. И мы будем радовать вас другой полезной информацией. Пока-пока!